Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире Нить Ариадны, программа, где наши гости, профессиональные психологи, помогают нам разобраться в лабиринте жизненно важных проблем и найти правильные пути их решения. Сегодня в программе «Позитивная психология для повседневной жизни». В рубрике «Книжная полка» знакомство с книгой Шварца Саланта «Нарциссизм и трансформация личности». На вопросы телезрительской почты сегодня ответит врач-психотерапевт Михаил Глянцев. В рубрике «Рецепты счастья» рецепт о том, что нужно знать о человеке, прежде чем строить с ним отношения. Современная психотерапия занимается преимущественно тем, что плохо в жизни человека и в отношениях между людьми. Психотерапевты решают уже готовые проблемы и помогают человеку избавиться от них. И за это им огромное спасибо. Но есть и другой путь, который учит нас тому, чтобы не создавать подобные ситуации в жизни. И вместо борьбы и преодоления проблем перейти в состояние радости и успешной реализации своих желаний. Это позитивная психология. О позитивной психологии, об одном из ее методов и о том, как он помогает современному человеку, мы и поговорим сегодня. Позитивная психология Позитивная психология – новое направление в современной науке. В отличие от традиционной психологии, сфокусированной на негативных сторонах человеческой жизни, она изучает сильные стороны человека, которые способствуют позитивным чувствам, духовному удовлетворению и реальному человеческому счастью. Представители этого направления считают, что в человеке с рождения заложены способности справиться с любой жизненной задачей, проблемой и строить свою жизнь в соответствии с тем, что ему нравится. Ведь проблема, по их мнению, нечто иное, как скрытая, нереализованная возможность, осуществив которую, можно улучшить качество своей жизни. Профессионалы позитивного направления показывают, насколько важны для человека такие эмоции, как надежда, удовольствие, счастье, юмор, восхищение и радость. Они учат становиться хозяевами своей жизни, дают понять, что любой человек есть значимая и ценная личность, заслуживающая любви и уважения к себе. В России психологи новой позитивной волны представлены многочисленной плеядой школ и специалистов, среди которых доктор Нарбеков и Валерий Синельников, психологи Галина Правдина, Ангелина Могилевская, Александр и Юлия Свияш. Это те люди, чья энергия продвинула далеко и вперед искусство помогать людям в самых сложных жизненных ситуациях. Счастливый человек не тот, кто свободен от проблем, а тот, кто умеет с ними справляться. И позитивная психология помогает в этом. Она помогает людям стать сильными, успешными, творческими личностями, создающими свою жизнь и ответственными за нее. Итак, тема нашей программы сегодня – «Позитивная психология на каждый день». И у нас в гостях психолог и писательница Юлия Свияш. Свияш Юлия Викторовна – практический психолог. Окончила Московский государственный педагогический университет имени Ленина и Институт интегральной психологии. Ведущий – тренер-консультант Центра позитивной психологии «Разумный путь». Вместе с мужем, известным психологом Александром Свияшем, разработала методику позитивной психологии. Писательница – автор книг, ставших психологическими бестселлерами. А также автор статей по популярной психологии. Печатается в журналах «Арбат Престиж», «Худеем правильно», «Бьюти». Участница многих телевизионных программ. Здравствуйте, Юлия. Здравствуйте. Вместе с вашим мужем, известным психологом и писателем Александром Свияшем, вы возглавляете Центр «Разумный путь», в основе работы которого лежит ваш совместный метод, метод разумной жизни или метод позитивной психологии. Скажите, чем этот путь отличается от других путей? И в чем его особенность? Почему он разумный? Метод позитивной психологии, так и называется, кстати, наш Центр, Центр позитивной психологии. И метод позитивной психологии отличается, ну, наверное, от других путей. Не в качестве рекламы, а просто в качестве его особенностей. Отличается простотой, очень большой простотой. Отличается тем, что человек на этом пути может помочь себе сам, минимально прибегая к помощи специалистов. Изначально в основе нашего метода лежит такая, ну, предпосылка, что человек способен в своей жизни на все. Ну, если не на все, там, полететь на Марс, да, то на очень многое. И у человека в его жизни есть все ресурсы для того, чтобы достигать своих целей. То есть человек – это такая волшебная шкатулка. Да, и если он в жизни чего-то не достигает, то ответ в этой же шкатулке находится. Не где-то на стороне, не где-то вовне человека, да, когда ему нужно идти, чтобы кто-то сильный сделал за него, или чтобы дождаться какой-то маны небесной. Нет, метод заключается как раз в том, что человек, мы рассматриваем жизни человека как вселенную. И человек стоит в центре своей вселенной. Он ее основной персонаж, основной герой, основное действующее лицо. И человек в этой вселенной, он может все. В этом позитивизм в нашей психологии. То есть человек – хозяин своей судьбы и ответственен за все то, что с ним происходит и может произойти. В своих книгах вы пишете о том, что человек своими собственными руками, творчески и изобретательно творит несчастья, проблемы и пребывает в святой уверенности, что он хороший. Юля, я предлагаю посмотреть, что думают по этому поводу наши прохожие. Как Вы думаете, кто ответственен за то, что происходит у человека в жизни? Он сам или окружающие его люди? Каждый из нас ответственный за то, что происходит в жизни. Даже вот, можно сказать так, любой бомж, значит, это тоже наша ответственность. Не имеет значения, что бомж, что президент. Ну, он сам, конечно, это жизнь, но и в этом никто не виноват. Ну, я думаю, что человек и сам создаёт достаточно проблемы. И помимо этого, внешних факторов для создания проблем этому человеку тоже достаточно. Сам, вы знаете, иногда общество очень сильно влияет на людей. Сейчас очень злые люди, очень всё это так вот влияет на психологию. И некоторые люди, которые там скромные, к примеру, им сложно раскрыться, когда на них давят. Частному плану проблемы, конечно, каждый человек сам за себя отвечает. Проблемы страны, например, как развал Советского Союза. Ну, конечно, Ельцин виноват. Ну, это все уже говорят об этом. Ну, что? Ну, Юля, судя по ответам, не каждый является хозяином своей судьбы. А что значит с точки зрения позитивной психологии быть хозяином своей судьбы? Мы говорим о том, что быть хозяином своей судьбы, это означает признавать своё авторство всего, что происходит в твоей жизни. Говори себе, я сам это сделал каким-то образом. Если это происходит в моей жизни, если это со мной случается, почему-то с другими же, может, не так часто случается, да, значит, я имею к этому какое-то отношение. И если себя вот так поставить в центр, эта позиция, она, конечно, не очень удобная для многих людей, потому что она предполагает, что если ты ответственен, то ты ответственен и в том числе за то, от чего ты страдаешь. Знаешь, мы говорим о том, что человек находится на самообслуживании, и любая ситуация, в какой бы ни оказался человек, эта ситуация в конечном счёте создана им же. Может быть, человек и не знает, как он её создал. Ну, есть такая поговорка о том, что наша правая рука не знает, что делает левая рука, но, тем не менее, эти же руки обе твои. Да, значит, ты можешь ими как-то руководить, но зачастую люди живут в одном городе, учатся в одной школе, ходят по одной улице, живут, скажем так, в одинаковых семьях, одинаковых с точки зрения материального состояния, и в то же время у одного один жизненный результат... Один успешен, другой нет. Другой не успешен, да, у другого другой результат. Вот на эти закономерности мы предлагаем людям посмотреть. Достаточно посмотреть на своих сверстников 10 лет назад, например, все, или там 20 лет назад, школьников даже. Все мы учились примерно в одинаковых условиях. Но, тем не менее, посмотрите, какие разные у всех судьбы. Кто-то счастлив, кто-то несчастлив, кто-то состоятелен, кто-то, ну, в долгах, скажем так, сидит, да, кто-то здоров, кто-то нет. Кто-то красив, молод и бодр, а кто-то уже там свои 30 лет состарился. И мы предлагаем человеку посмотреть на свою жизнь как на свое собственное авторское произведение, там, я не знаю, роман, спектакль, где ты являешься и автором, и сценаристом, и режиссером, и актером, и исполнителем главной и даже второстепенных ролей, потому что это все тоже ты и зрителем, и критиком этого спектакля являешься ты. Юлия, что достигают люди, которые используют ваш метод разумного пути? Что меняется в их жизни? Результаты, вот если говорить о результатах, да, они бывают в двух плоскостях. Внутренний результат – это уровень счастья твоего, и внешний результат – это уровень комфорта, богатства, благополучия. Ну, насколько мне известно, очень многие люди использовали вашу методику, используют, и она им действительно помогает, она очень действенна. Мы каждый день почти получаем сотни писем, сотни писем каждый день от людей, жизнь которых изменилась к лучшему, благодаря только лишь прочтению книги. И это замечательно. Но тем не менее, почему с таким завидным постоянством люди сами создают себе проблемы? Зачем? Люди вообще-то очень склонны к страданию. И в страдании заключается элемент такого удовольствия, которое человек ни на что не променяет. На проблемы же я советую смотреть таким очень нетрадиционным, может быть, взглядом. Потому что, принято считать, что проблема – это тяжелая, не устраивающая тебя ситуация, которая от тебя не зависит, с которой ты не можешь справиться. Если можешь, то очень тяжело и как-то очень драматично все. Трагический жанр такой. О том, что такое проблема с точки зрения позитивной психологии и о том, как мы сами создаем себе в жизни проблемы, мы поговорим через несколько минут. А сейчас время рубрики «Книжная полка», где нас ожидает знакомство с книгами, полезными для жизни. Здравствуйте, уважаемые телезрители! Сегодня я представляю вам книгу, вышедшую в издательстве «Класс» замечательного психоаналитика Шварца Саланта «Нарциссизм и трансформация личности». Сегодня нарциссом называют самовлюбленного, эгоистичного человека, привыкшего к самолюбованию, тот, который не может и не хочет отдавать другим людям теплые чувства и вообще других не замечает. Казалось бы, подобные люди, независимо от их внешней привлекательности и талантов, заслуживают осуждения. Но, подождите, осуждать не все так просто. Оказывается, что за маской самовлюбленности, два эгоиста, часто скрываются чувствительные натуры. И несут они в себе очень серьезную психологическую проблему, об этом авторы пишут, и прежде всего доставляют массу хлопот не окружающим, а себе самим. В глубине души нарцисс, несмотря на все такое самолюбование и внешнюю привлекательность, он страдает от того, что не умеет любить самого себя. И вот эта метущаяся, страдающая душа и требует помощи. И сами нарциссы, они очень нуждаются в освоении психологической защиты. И вот для них способ быть на виду, в центре внимания, получать бесконечные комплименты, это способ справиться, помочь себе с той проблемой, которая на самом деле и находится внутри этого самовлюбленного человека. А проблема это попытка уйти от самокритики, самокопаний, самобичеваний, то есть агрессии внутренней, которую нарцисс направляет на самого себя. И вот трансформации таких личностей и описаны в книге Шварца Саланта, которую я вам рекомендую. Это нарциссизм и трансформация личности. Итак, продолжаем наш разговор о позитивной психологии на каждый день. Юлия, в чем же особенность проблемы? Что такое проблема с точки зрения позитивной психологии? С точки зрения позитивной психологии, проблема это ситуация, которая тебе чем-то выгодна. И если бы не было необходимости, значит ты бы ее не создал, значит в ней что-то есть, ради чего она существует, какую-то потребность твою она удовлетворяет. То есть даже в том случае, когда рушится семья, и люди страдают по этому поводу, страдают муж и жена, страдают дети, это тоже значит кому-то нужно? Все нужно. Вот я даже в таких ситуациях, например, я в таких ситуациях, когда я предлагаю брать ответственность на себя, я предлагаю человеку даже переформулировать то, как он говорит. Например, вот вы сказали, рушится семья. Я говорю, ну что значит рушится семья? Семья это же не нечто что-то такое, как карточный домик, который рушится. Она что, без вашего участия что ли рушится? То есть возьмите авторство, возьмите ответственность на себя. Мы рушим семью или я рушу семью? Кто рушит семью? Ведь вопрос здесь стоит как? Можно стать, конечно, жертвой этой ситуации и сказать, ах, это я такой хороший, он такой плохой, он меня покидает. Что чаще всего бывает. И обычно говорят так, это очень просто, это очень легко остаться жертвой и не смотреть в глубину ситуации. Но я предлагаю посмотреть на эту вещь по-другому. Что вы сделали для того, чтобы от вас ушли? Что вы сделали для того, чтобы этому человеку захотелось сбежать от вас? Это не значит, что ты виноват. Знаете, когда говоришь человеку виноват, он сразу пытается открещиваться от этого всего, потому что виноватым-то никому не хочется быть. Быть виноватым, это значит быть плохим. Нет. А быть ответственным, это просто значит быть хозяином этой ситуации. Так вот я тогда задам человеку вопрос. Скажи мне, пожалуйста, по пунктам прямо перечислишь, что ты делал целенаправленно? Неважно. Осознанно, неосознанно, неважно. Но что ты делал для того, чтобы твой близкий захотел от тебя сбежать? Это и будет объяснением возникновения проблемы, которые бывают в жизни человека. Это будет началом осознавания того, как я в своей жизни создаю такие отношения, из которых хочется бежать. Очень интересный взгляд на проблему, Юля. А теперь давайте посмотрим, что думают по этому поводу наши прохожие. Что для вас проблемы в жизни и кто вам их создает? Вообще проблем как таковых нет. Проблемы создаем мы только сами. По большей степени для себя сам я проблемы создаю. Их нужно решать самому, а то их возникновение от тебя никак не зависит. Если они появляются, то нужно с ними что-то делать. Проблемы есть такие у всех. Это связано с учебой, с работой, в семье. Но в принципе все решаемо, все будет хорошо. У меня возраст уже 50 лет. У меня больше проблемы, которые создает именно атмосфера власти. Вот этот политический момент. Больше отрицательно выносят в струю, чем окружающие люди, друзья, враги. И основная причина то, что ты чувствуешь что-то, несправедливость. Но твое мнение, оно никого не интересует совершенно в нашей стране. Потому что умер муж, и у меня сын учится в академии. Для меня стоит оплата сыну. Ему надо на третий курс большие деньги, сто с чем-то тысяч. Я их не могу. Я вот хожу и думаю, где мне устроиться в Москве, чтобы моего сына дальше доучить, чтобы ребенок не бросил академию. Юлия, а чем человеку может быть выгодна каждая конкретная проблема? Хотя эту выгоду довольно трудно усмотреть. Вы знаете, есть очень распространенные выгоды от проблем. Ну, например, лишний вес. Почему выгодно иметь лишний вес? Казалось бы, я хочу от него избавиться. Женщина пишет кучу выгод. Да, вот не надо встречаться с мужчинами. Да, вот есть прекрасный повод оправдать свое сидение дома. Да, вот есть прекрасный повод спихнуть то, что меня не любит муж, и то, что на самом деле это виноват мой лишний вес. То есть стать жертвой этого лишнего веса очень удобно, потому что тогда в твоей жизни виноват во всем этот самый лишний вес. Не виноватая я, он сам ко мне пришел. Очень многим людям проблемы несут выводу, что они в этих проблемах и в том, что жизнь ужасна, они правы в этом. И вот эту выгоду очень трудно отобрать у человека. А с этой выгодой очень трудно расстаться человеку. Они упираются в своей правоте, потому что быть правым, это значит, ну, как-то быть в комфорте для самого себя. Человек хочет быть правым в первую очередь, а быть счастливым во вторую очередь. И я всегда говорю о том, что, вы знаете, вы можете быть в своей жизни тысячу раз правы. Вы можете быть правы, там, что все мужики козлы или все женщины дуры. Вы можете быть правы, что у вас безденежная профессия, и вы много денег не заработаете никогда. Вы можете быть правы в том, что вы никому не нужны, вас никто не любит. Что у вас ужасная судьба. Вы не в то время родились, не под тем знаком, не в том городе. Но посмотрите, что правота в конечном итоге, ваша вот эта правота, что она вам дает, к чему вы пришли в результате этой правоты. Если в результате своей правоты ты одинок, несчастен, беден, болен, спроси себе, нужна ли тебе такая правота. Хотя ты, может быть, тысячу раз прав. Если в результате своей правоты ты счастлив, богат, здоров, у тебя интересная жизнь, у тебя толпы людей, которые хотят с тобой, я не знаю, дружить, общаться, жениться, иметь какие-то общие дела. Замечательно. То есть теперь мы выяснили, что такое, значит, проблема в нашей жизни, и как мы их себе создаем. Теперь хотелось бы узнать о том, как правильно относиться к проблемам, как можно научиться этому, и можно ли, и об этом я предлагаю поговорить в следующем разделе нашей программы. А сейчас в эфире рубрика «Вопросы к психологу». И сегодня на вопросы телезрительской почты отвечает психотерапевт Михаил Глянцев. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Из многочисленных вопросов, приходящих в адрес нашей передачи, сегодня для ответа мы выбрали следующий. Мой муж трудоголик, все свое время проводит на работе, домой приходит только поспать. Но упреки отвечают, что зарабатывает деньги, у других этого нет, и что работать лучше, чем водку пить. Деньги, конечно, хорошо, но дома без него пусто, и детям нужен отец. Конечно, это хорошо, что ваш супруг работает, и мы можем у вас понять, что вам действительно без него одиноко. Но, судя по всему, человек желает находиться там, где он испытывает большее удовольствие. И если вашему супругу удается на работе испытывать чувство своей собственной реализованности, и он этим наслаждается, то единственное, что вы можете сделать, это создать такие условия, когда он и дома будет себя чувствовать только таким. Конечно, здесь все зависит от вашего искусства, от вашего умения. Если он сидит на работе, получает от этого удовольствие, и думает, что вот дома меня ждет жена, которая будет предъявлять мне претензии, упреки, и пилить меня, то, конечно, ему не будет хотеться идти в такой дом. Поэтому, еще раз, вам надо создать такие условия, чтобы он смог почувствовать себя домохозяином, классным, крутым, самодостаточным, и чтобы он испытывал от этого глубокое удовлетворение. Я желаю вам успехов в семейной жизни. Спасибо. Итак, продолжаем наш разговор. Как научиться правильно решать свои проблемы, Юлия? И в чем особенность позитивной психологии в подходе к решению проблем? В любой проблеме мы советуем вычленить два элемента. Значит, первый элемент – это присвоить себе авторство или взять на себя ответственность за возникновение этой проблемы. Если она существует, значит, это тебе зачем-то надо, выгодно. Ну, не без твоего участия она возникла, скажем так, да? Второй момент – увидеть, какие конкретно выгоды тебе несет эта проблема и прямо расписать их на бумажке. Третий момент – спросить у себя, с какими выгодами я готов расстаться на сегодняшний момент? Потому что, знаете, люди, когда они выписывают вот эти выгоды, которые несет им проблема, некоторые из них с ужасом приходят к такому выводу, что вот такая корова нужна самому, и продавать-то мне ее, в общем-то, и не хочется, потому что она мне вот первый, второй, третий дает. Как же я вот со всем этим расстроюсь? Такая хорошая проблема. Такая хорошая проблема. В этот момент, кстати, человек перестает ее называть проблемой. И вот в этом, кстати, заключается основная трансформация, основная перемена, потому что с того момента, когда ты перестал называть эту вещь проблемой, она становится для тебя ситуацией, а ситуация становится возможностью. И вот я все время говорю о том, что нет проблем в жизни, есть проблемы в голове, в твоей. И либо ты смотришь на ситуацию как на проблему, и тогда у тебя сразу, ой, это ужас, это ужасно, это кошмар, это катастрофа, конец света. Либо ты смотришь на ситуацию как на возможность. И не важно, какая ситуация. Ситуации, они все, ну, никакие, они не хорошие, не плохие, они просто есть в этой жизни. Но свою точку зрения, свой взгляд на эту ситуацию, будет это для тебя трагедия или комедия, и ты выбираешь сам. И вот такие три этапа, можно сказать. Первое, возьми ответственность. Второе, увидь, чем это тебе выгодно. И третье, пересмотри проблему на возможность. Смени точку зрения. Очень хорошие способы, хотелось бы послушать и еще какие-то другие, но только после того, как мы послушаем мнение наших прохожих о том, как лично они справляются с проблемами, так, чтобы они не мешали им жить. Как нужно относиться к проблемам, чтобы они не мешали им жить? Да. Севастопольский. То есть? Ну, так сказать, пришла проблема, так сказать, постарайся ее преодолеть, но что теперь делать? Это более положительная к этому относиться, более как-то не углубленная, а так, всех. Ну, надо тоже давать себе внутреннюю установку, надо говорить, что все будет хорошо, думать о лучшем, и проблемы, они все решаемы. Мы все думаем через душу, не получается. Но умом понимаешь, что лучше спокойно относиться и жить в позиции англичан. То есть, моя семья, моя крепость. Живи сам, не мешай жить другим. Подумать, чему в этой ситуации можно научиться, и найти вот, либо в себе какую-то мотивацию преодолеть эту трудность, да, либо извне, друзья, знакомые, да. Ну что ж, каждый пользуется своими методами, Юлия. А что бы вы могли еще предложить нашим телезрителям из того, как правильно справляться с проблемами? Ну, вот один из способов, которыми мы рекомендуем людям пользоваться в решении их проблем, он основан на том, что когда ты меняешь свой взгляд на ситуацию, то меняется сама ситуация. Поэтому у нас есть такое упражнение, такой совет к людям, он называется «Дурацкий колпак». Вот что это значит? Когда ты драматизируешь эту ситуацию, придумай в этой ситуации себе какую-то смешную кличку или прозвище какое-то смешное, и представь себя вот в этом, напиши это себе так мысленно, да, крупными, а можно даже и из бумаги, в принципе, сделать. И крупными буквами напиши это себе прямо на этом дурацком колпаке и повесь на себя вот этот колпак, то есть чтобы увидеть, какую роль драматическую, трагическую, представь, что ты роль какую-то драматическую, трагическую исполняешь. Например, там, «Меня никто не любит», «Я никому не нужен», там, «Несчастная жертва одиночества» или там… Ну что, посмеяться над собой или что? Уж замуж не втерпёшь. И вот в этом вот состоянии, да, посмеяться над собой, посмеяться над той значимостью, над тем драматизмом, который ты придал этой проблеме. Можно даже до абсурда вот это дело довести, для того, чтобы уже, знаете, отыграть, так отыграть. Вот я определяю для себя степень перспективности, скажем так, человека в решении его проблем. Пока человек может посмеяться над собой, есть все шансы. Как только человек над собой уже посмеяться не может, все, приехали. Юля, ваша книга называется «Позитивная психология на каждый день» и «Улыбнись, пока не поздно». Как научиться пользоваться этим каждый день? И насколько необходимо пользоваться этим именно каждый день? Ну, если вы хотите, чтобы ваша жизнь вас радовала, пользуйтесь. Книга посвящена как раз вот таким инструментам, с помощью которых работать со своим сознанием, любой человек может сделать свою жизнь другой. И именно каждый день. Да, это как навыки, например, правильно питаться или делать зарядку. Это образ жизни. Поэтому этим нужно заниматься ежедневно. Юля, достаточно ли, прочитав вашу книгу, научиться позитивному мышлению, позитивной психологии? Или необходимо что-то еще? Вы знаете, некоторые люди добиваются очень больших результатов. Не то, чтобы даже добиваются, а эти результаты как бы случаются в их жизни. Уже только после прочтения книги. То есть книга дает мощный такой толчок. Но поскольку, читая книгу, человек все равно фильтрует информацию, поэтому какая-то часть книги, она остается за кадром. Что вы советуете в таком случае? Я советую, пусть книга станет только началом. Приходите на наши тренинги, приходите на наши семинары, где вы сможете из книги, от книги перейти к жизни. Спасибо большое, Юля. Ваше пожелание нашим телезрителям? Пожелание, оно достаточно простое. Пусть от вашего намерения, пусть от вашего желания к вашим действиям будет самая короткая дорога. Потому что столько не делает человек, чтобы оправдать отсутствие действий по изменению своей жизни прямо здесь, сейчас. Спасибо большое, Юля. И в завершении нашей программы рубрика «Рецепты счастья». Короткие рецепты счастья на все случаи жизни от профессионалов и не только. Счастливые мгновения, счастливая жизнь – это разные вещи. И если вы намерены быть счастливыми, вам обязательно нужны хорошие и надежные отношения с другими людьми. Для этого вам необходимо понимать, что все люди разные. У них разные интересы, разные желания, разные потребности. Им нравятся разные вещи, они по-разному реагируют и чувствуют. Особенно это важно в длительных семейных отношениях. Но для начала, когда вы знакомитесь, если это овен, то поинтересуйтесь, что он хочет, что собирается делать. Если телец, посадите его в удобное кресло, угостите чем-нибудь вкусненьким, подарите что-нибудь. Если это близнецы, обсудите с ним текущее событие, спросите, что он думает, какие у него планы, что читает. Для близнецов имеет значение первое впечатление. Если это рак, поинтересуйтесь его семьей, проявите заботу. Львом накройте стол, позвольте проявить великодушие. Деве, помогите с конкретным делом, позаботьтесь о его здоровье, спросите о работе, о делах. С весами будьте этичны, тактичны, покажите себя надежным, организованным, ведите себя ровно и не торопитесь. Со скорпионом углубитесь в какую-нибудь проблему, в какой-нибудь вопрос, реагируйте интенсивно и не пытайтесь раскрыть его секреты. У стрельца поинтересуйтесь его позициями, говорите серьезно о важных вещах, в принципе. Говорите о будущем, так как прошлые события его менее волнуют. С козерогом поговорите о результатах того, что он сделал, будьте серьезны и конкретны. С водолеем говорите о новых, о друзьях, планах, отдыхе, уважайте его свободу, будьте оригинальны и проявите изобретательность. По отношению к рыбам проявите свои чувства, эмоции, поговорите об идеалах, мечтах, дайте возможность проявить сочувствие. Реагируйте на то, что вам говорят рыбы и всегда учитывайте, что интересно и ценно другому человеку. Прежде чем пользоваться чем-то новым, вы, наверное, читаете инструкцию, описание. Поэтому прежде чем строить с человеком взаимоотношения, узнайте о нем побольше, чтобы ваши отношения складывались счастливо. Дорогие друзья, наша передача подошла к концу. Помните, что из любой ситуации всегда есть выход. И в этом вам поможет Нить Ариадны, ваш надежный проводник в лабиринте жизненных проблем. До свидания и будьте счастливы!